Первый раз это в прошлом году. Естественно, было очень много эмоций, очень много информации. И после всего этого я приняла решение, что буду действовать. И вот эти три дня, которые вот уже получала и получаю, и еще буду получить информацию, да, надеюсь, тоже отдаст результат на следующий год. Я, Тагаева Жимаркан, приехала из солнечного Кыргызстана лет 8 назад на заработки, как все наши соотечественники, да, приехав в Москву, почему именно Москва? Потому что я думала, что Москва это большой город, большой мегаполис, естественно, с большими возможностями. Но приехав, увидев, как наши работают в Москве, конечно, не хотела, да, но пришлось. Потому что не брали туда, куда я хочу, а брали именно туда, то есть не куда я хочу, да, а именно туда, куда мне было доступно с моими документами, да, с моими возможностями. И через несколько лет после приезда в Москву, мне как-то пригласили именно на компанию Reflame, открыто, на открытую информацию, да, и на тот момент я работала на трех работах в день по 12 часов. У кого есть в день по 24 часа? У всех, да, у всех? У меня вот целый день почти как работала, потому что 19 часов именно на рабочем месте, обратно домой, переодеваться, там покушать, поспать, еще я даже успела на это. И как раз мой первый ответ был это нет, когда меня пригласили в компанию, да. Но упорство этой девушки, которая меня пригласила в компанию, да, естественно, победила, и я все-таки согласилась. Один из моих выходных, чудом, когда я получила, да, она пригласила в офис, это было на спортивной. Я попала на встречу своего, на данного момента, непосредственного спонсора Кирилл Кула Ваернеста. Это бурный аплодисмент, но сегодня, наверное, это судьбой момент, потому что на каждом мероприятии, когда я выступаю, его нету. А вот прям с чудом, что в этом мероприятии он здесь. Еще раз бурный аплодисмент, когда я выступаю на его любимом спонсоре. Когда он мне рассказал про предложение компании Reflame, я ничего не поняла. Я первый раз услышала слово сетевой. Я не знаю, может, я до этого слышала, да, но вообще не обращала внимания. Про какой-то маркетинг, по какой-то там плану свеха, там план мечты какие-то, да, но я только одного поняла, что тут можно брать косметики со скидкой. Но это тоже минус, потому что на тот момент я даже вообще не знала, то есть я не умела пользоваться косметикой, вообще декоративная косметика, вообще уход там, хоть, да, сейчас вот у нас есть инструкция, да, две минуты утром, две минуты вечером, да, а я вообще не знала, как пользоваться тоналкой. До уровня директора я даже думала, что шариковый румян вообще там глотают. Это на самом деле, я так думала, да. Но я, то есть мои родные, мои подруги там пользовались, и когда мне объяснили, я поняла, вот, про исследовательный каталог пришла на работу, как я сказала, что я на трех местах, а, то есть, когда он провел уже презентацию, в конце презентации он спросил, буду ли я зарегистрироваться в компанию «Лифлайн» естественность, и я согласилась, потому что до этого мне уже приготовили к регистрации, потому что уже девчонка, которая мне пригласила, она сказала, возьми с собой 150 рублей, потому что регистрация стоит 150 рублей. Заполнив регистрационную форму, мы подошли к ресепшн, это была третий этаж спортивная, девчонка, которая сидела на ресепшне, она спросила, есть ли у меня ваучер. На что ответил мальчик, который стоял со мной, что у нее есть ваучер, который дает возможность зарегистрироваться за 10 рублей. И за следом он сразу же сказал, что если я буду заниматься в компании «Лифлайн» надолго и навсегда, то я должна зарегистрироваться за 149 рублей, а не то, что на 10 рублей. И, конечно, я подумала, мало ли, да, там, может, навсегда, может, надолго. Я согласилась за 149 рублей. Меня зарегистрировала, на данный момент она у нас работает, АСМ, это Фомкина Наталья, я точно помню. Это Наташа, стоять, пожалуйста. Да, вот, Махань. Вот именно она не успевала, что у меня не успевает. Только через 9 месяцев после регистрации я начала активно работать, как в этот прекрасный день мой спонсор позвонил, что хочу ли я получить сумку. Я сказала, естественно, да. Он сказал, что надо пригласить двоих человек. Он даже не сказал, что их надо как-то активировать или как-то там вникать в команду, да. Он просто сказал, надо приглашать двоих человек. Я, естественно, пригласила двоих человек, пошла работать у себя там в основной работе, да. Через некоторое время он звонит и говорит, Джапара, у тебя 9%, ты вышел на 9% и чуть ли не доходишь до менеджера. И я сразу отказалась. Я менеджером не буду. Я не умею работать менеджером. И у меня нету таких способностей. Он говорит, нет, ты неправильно поняла. Если ты хочешь там, какие там работы включает менеджер в тебя, давай приходи в офис, я тебя объясню. Я пришла, он повторно мне рассказывает, то есть открывает карьерную лестницу компания Reflop и рассказывает. Я говорю, а почему вы 9 месяцев назад все это мне не рассказали? Как и все, да, как и все мы. Он говорит, я рассказал, как это я не рассказал? Я говорю, нет, я точно помню, что вы мне не рассказывали. Он говорит, ничего страшного, и сейчас не поздно, потому что самый момент – это начать из сегодняшнего дня. И на тот момент я упала обратно на 6%. И каким-то образом он меня пригласил на банкет директоров, чтобы там побыть как в спутниках. Я побыла. Это вот мой первый банкет. Это я говорила, это мои первые шаги. Через год я уже директор в компании Reflop. То есть за акционой работы с момента уже принятия решение, да, я 5 с половиной месяцев, по-моему, ушло до открытия старшего менеджера. И потом без перерыва закрыла, попала на следующий банкет. Это уровень директор. Упс. С Reflop я меняюсь, да, как я меняюсь? С Reflop я даже не то что не умела, да, я даже вообще не попробовала носить каблуки. У меня вообще в гардеробе не было платьев. Как я уже сказала, я вообще не умела пользоваться декоративно-косметикой, хотя я даже сейчас не то что на себя, да, я на других еще могу. С Reflop меняется мой личностный рост. С Reflop меняется моя финансовая возможность, да. С Reflop я не только себя меняю, с Reflop я меняю людей. Я меняю их жизнь, предлагаю, возможно, и компания Reflop. Мой девиз – делай больше. Почему делать больше? Вот предыдущий наш спикер, да, уже сказал, если делать каждое действие повторно-повторно-повторно, да, у нас будет результат. Например, это пример, да. В прошлом году на первой менеджерской конференции с нашей командой было три человека. В этом году я даже до первого дня предпринимательской, я даже вообще не подозревала, что самая большая команда едем – это мы, да, ребята. Мы вообще крутые. Вот видите, как мы сделали. Я вообще не знала. И даже для меня было это огромный сюрприз, потому что когда начался, то есть когда уже начался квалификация в Антаре, да, это когда первая, по первой волне, да, на самом деле многие запланировали, что многие поедут, да. Потом, когда после Нового года вторую волну сказали, мы сказали, мы вообще с огромным количеством. Но тут вопрос решения, да, решение принимается, конечно, с обеих сторон, и с моих сторон, да, и с сторон там консультантов, менеджеров, да. Естественно, некоторые сказали, да, я постараюсь, но получится, не получится. Некоторые сказали, по первой волне я не успела, да, по второй волне у меня точно будет. Те люди, которые, что они сказали, точно будет, они точно едут. Те люди, которые, я не знаю, я попробую, стараюсь, они даже провалились, вот, по последнему каталогу, по восьмому, да, многие там вылетели даже, не выполнив условия. Если вот эти люди все выполнили, значит, у нас было бы около 20 человек. То, что нас огорчает, да. Делайте больше. Это не только девиз, это вообще совет. Наши предложения к новичкам, к людям, которые приходят в нашу команду, да, это экономия минус 20%, это дополнительный заработок от 1000 рублей до 10 тысяч в месяц, большие деньги, бизнес и предпринимательство. Естественно, большой акцент мы делаем на большие деньги, бизнес, предпринимательство, потому что те верхние два предложения, они включаются и туда же. Наша система работы. В ОГО три встречи в день, каждый менеджер, каждый лидер нашей команды, который кто постоянно работает в офисе. Активные контакты в день по 10 контактов. Это только активные контакты. Если не выходит 10 контактов, то мы заполняем эти 10 контактов с списка знакомых, да, как-то вот так. Но 10 контактов обязательно должен быть каждый день. Вот вчера сказали некоторые, например, для контактов вы ходите, да, чтобы делать 10 контактов. Если у вас там первые полчаса, то есть сколько времени вы уделяете на это, да, некоторые сказали. Если первые полчаса у вас получится уже 10 контактов, вы идете дальше и делаете другие работы, да. Нет, если у нас, если отдельно уже мы делим там на 2 часа на активный контакт, если даже у нас первые 15 минут у нас получилось уже 10 контактов, нет, мы все равно 2 часа потратим именно на, чтобы собрать контакты, знакомиться людьми, раздавать каталоги. Обучение новичков и консультантов видео оффлайн раз в неделю. У нас в онлайне ничего нету, кроме WhatsApp, некоторые в Skype еще, да, Viber, ну и все. То, что считается онлайн в нашей команде, это только вот это. Остальное у нас все вживую, все индивидуально, все видео оффлайн. У нас менеджерская встреча один раз в неделю, директорская встреча раз в каталог, и не пропускаем ни одной мероприятии компании Reflect, которая проводит, да, это бизнес возможно, Reflect, потому что там большие результаты. Например, на менеджерских обучениях, да, некоторые менеджеры говорят, сезон такой, лето, да, что не получается, не только у меня, и у этих не получается, а приходим на бизнес возможности, да, там результаты какие. И после таких мероприятий мы задаем вопросы, ну что, это сезон, это лето, или это у нас лето, и у нас сезон. Вот так. А как проводится вообще мероприятие наше? Первая неделя о продуктах, естественно, там мы рассказываем еще про презентацию компании Reflect. На второй неделе у нас в основном бизнес-предложения, там мы обсуждаем темы рекрутирования, возражения, сопровождения, квадрат денежного потока, да, вот такие темы мы там раскрываем. Наша система работ еще включает в себя, очень активно мы пользуемся рекрутинговой компанией Reflame. Года два назад в мою команду пришла моя одноклассница, которая изначально, она даже не решилась, что будет заниматься с Reflame, да, но узнав о продолжении компании, когда вот объявили первую менеджерскую конференцию, да, она сказала себе, а давай-ка я попробую, а вдруг у меня получится. И с тех пор она активно участвует во всех рекрутинговых компаниях Reflame. Она выполнила условия в Египет, она поехала, у нее первая мечта исполнилась, это, оказывается, у нее была мечта поехать в Египет, да, и эта мечта осуществилась с помощью компании Reflame. На данный момент она уже квалифицировалась на Сочи, и не только одна, а с командой. Она уже получила свои тысячи долларов, 70 тысяч по турборосту. Она была с командой на банкете директоров. Это мой бизнес-партнер, Бутубай Валера, директор компании Reflame, а в это звание старшего директора. Она расскажет, как работает рекрутинговая компания у нас в команде. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Бутубай Валера, я директор компании Reflame, со старшего директора. Два года назад я приехала в Москву в связи со здоровьем, потому что врачи порекомендовали, что поменять климат. И после этого я приехала в Москву. В Москве у меня не было знакомых, кроме сестры. И после этого я в Сусетях искала своих знакомых и нашла свою одноклассницу Джабару Тагаеву. И мы созванивались, встретились. И в первой же встрече она мне рассказывала о возможности Reflame. Но в тот момент у меня были проблемы, потому что я должна помогать родителям. И пришлось мне работать в других местах. В сентябре Джабара мне сообщила о путешествиях в Египет. Это была мечта моя. Я люблю путешествовать. И после этого мы с ней составили план четкий. И совмещая с другой работой, мы активно начали работать. И через 7 месяцев я вышла на старшую менеджер. И, как сказать, знаете, вот с компанией моя мечта сбывается. Это реально, это мой, это стиль жизни. И, как сказать, в данный момент с командой я во всех акциях активно участвую, получаю подарки, как говорится. Если дает бери, если бьет бери. Вот поэтому. Уважаемые бизнес-партнеры, у мечты есть у мечты есть как приятная особенность. Сбывается всегда. Мечтайте и осуществляйте свою мечту. Всем желаю успехов. Спасибо за внимание. Спасибо тебе большое. Это следующий мой бизнес-партнер, который я несколько раз приглашала его в бизнес. Как он на это ответил, да? Джапариджа, куда вы меня приглашаете? В Арифлейн? С таким, то есть взглядом, с таким ружей лицо, да? Вот он мне сказал еще раз. Ну, на самом деле, я даже тут вообще так прилично показываю, да? Он вообще прям посылал. И через несколько предложений, да? У меня была знакомая девушка, которая тоже международная, то есть она на данный момент это ее спонсор, то есть его спонсор, да? Я ей позвонила, говорю, а поможешь мне приглашать этого мальчика в бизнес? Потому что я вижу у этого мальчика, да, есть потенциал, который, если он знает про возможности компании Арифлейн, он сделает, возьмет и сделает, да? Она согласилась, по закрытой информации, она пригласила, то есть вообще не то, что пригласила, она вообще привела в компанию, в сервисный центр Сокол этого мальчика. Это Джуманов Ашербай, директор компании Арифлейн, открытое звание коллекция старшего и золотого директора, можете поаплодировать, он участвует тоже во всех рекрутинговых компаний, акций, коллекционировался на вторую менеджерскую конференцию, да, и тоже едет с командой. За год он открыл, закрыл уровень директора и еще открыл два звания, да? Как он говорит, Арифлейн это мужской бизнес. Если кто-то не согласен со мной, посмотрите на топ-менеджмент компании Арифлейн и на основателей. Там все мужики. И самое главное, что деньги никогда не делятся. Это тысяча рублей женская, а это тысяча долларов мужская. Деньги всем одинаковые, да? Значит, возможно, компания Арифлейн дает нам зарабатывать деньги, значит, зарабатывается. И этот бизнес на самом деле мужской бизнес. у него в команде менеджеров именно мужского очень много, я даже уже запуталась, сколько там, тысяча в 20. Следующий уже директор, он вообще открытый, да, старший менеджер. Это под этим мальчиком, вот я же говорю, что он говорит, всем предлагает, что Арифлейн это мужской бизнес. И я сейчас буду сюда пригласить мальчика, который тоже когда-то мы вместе с Аширбаем приглашали его, а он сказал, нет, я был в другой, а не то, что был, я работаю в другой компании, и я там 9%, а хотя мы знаем, вот пригласил одного, нижний вышел на 9%, а спонсор там хвастается, у меня 9%, а вот такая объемная скидка никаких денег их не волнует, их волнует самый главный статус, да, и он говорит, я 9% другой компании, я не буду работать в Арифлейн, я не буду заниматься этим делом, это вообще косметика, и с чудом тоже мы пригласили его на один из мероприятий нашей компании, ой, нашей команды, да, где он увидел столько наших соотечественников, где принял решение все, что такого позитива, такой энергетик, вот такую мощь он нигде в Москве не видел, и после всего этого он решил, что будет заниматься этим бизнесом, на данный момент занимается, за активную свою работу, за 3 месяца он открыл уровень старшего менеджера, приглашает сюда нового старшего менеджера в моей команде мусульманкулов Нурсултан, как он приглашает и как он проводит мероприятия нашей команды. здравствуйте, уважаемые лидеры, я Нурсултан, старший менеджер компании. Как я пришел в компанию АРФМ, меня пригласили на одно из мероприятия. Это был мой, наша команда, мой спонсор Диману, фаширбай. Это был праздник на Руси, где собрались около 100 человек и отвечали наше национальный праздник, где собрались столько людей. Естественно, это меня вдохновило. После окончания мероприятия, я принял решение. Я могу, я сразу спросил своего спонсора, я могу тоже так. Он сказал мне, еще возможность АРФМ. Еще возможность АРФМ. Я принял решение, но у меня были другими планы до конца года. Я сказал своему спонсору сразу, что с Нового года я начну активно работать. Я АРФМ, повар европейской, итальянской, китайской кухни. С декабря 2015 года я уводился. С января я начал активно работать. Из-за 3 месяца активной работы я вышел уровень 22%. Приглашаю свой консультант новичков, партнеров тоже на мероприятия, которые мы вместе с командой проводим, вместе с проводим. Мы даже вместе с командой очень активно приглашали на такие мероприятия, как «Бестварь красоты», где рассказывают о навыках, о самых бредах продукции, где взвышаются и узнают свою весь организм состояния. хочу всем пожелать приглашать в бизнес всех подряд. Наша работа тем больше мы делимся возможностям тем больше мы зарабатываем. успехов всем нам. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо, Майл Смассера. Это старший манеджер нашей команды. Вот такие мероприятия проводятся у нас, если в офисе у нас проводятся мастер-классы, праздники разного уровня, тренинги. Вот здесь вы видите ниже именно по-моему те мероприятия, где участвовал, то есть пришел именно Нурсултан. Наверху у нас это летом основном мы организуем разные выездные семинары, то есть выездные экскурсии, семинары, тренинги, это не только новичков и даже для менеджеров. Обычно когда приглашаешь менеджера или если узнают раз в неделю у нас менеджерская встреча и некоторые даже не хотят в жару идти в офис, и мы предлагаем тренинги на природе и летом у нас в основном в офисе только раз в неделю которые именно для новичков школы проводим по субботам как я уже сказала мы участвуем во всех мероприятиях компаний это тренинги разные тренинги проводим почему? потому что работа с аудиторией это очень важно для нас потому что для каждого пришедшего новичка мы должны как-то увлечь и как-то их тоже заинтересовать почему мы должны быть на каждом мероприятии я всегда говорю это наша самая основная система работы включает в себя именно мероприятие на мероприятиях мы растем на самом деле почему мы должны идти на мероприятие это была школа актива прошлого года это один из моих самых любимых мероприятий потому что заплачу когда я вышла на уровень директора простояла несколько лет спасибо Марго и Лёше что они пригласили именно на первую школу я была одна ни один менеджер ни один директор который с моей командой хотя на тот момент у меня и не было директоров они все из бизнеса они все отказались я решилась и поехала сама услышав истории услышав те опыты которые денется молодежь и на самом деле это мероприятие поднимает твою планку на самом деле настолько поднимает ты даже вообще ты даже не представляешь и приехав с этой мероприятие через два каталога я открыла уровень старшего директора через несколько каталогов я открыла уровень золотого директора и на следующий школ это было в прошлом году это мой второй школ мы там были уже с командой те ребята которые были на этой школе у них у всех новое звание и я всем советую быть именно на это мероприятие потому что это мероприятие та Та мероприятие, которое поднимает вашу планку, и та мероприятие, которым вы прям берете все. Не то, что там какие-то там тонкости, секреты, да, там вообще нет секретов. Там люди денятся вообще, на самом деле, это просто энергетика. Хотя там всего лишь 350 или 250, сколько там, Марго? 250 человек, по-моему, да, примерно. И вот этот 250 человек со всех 250 сторон тебя заряжает. Вот, и вот поэтому надо быть на всех мероприятиях, да? Почему именно мероприятие? На мероприятиях мы видим, мы услышим, да? И у нас есть возможность встретиться с топ-лидерами. Вот даже мы на своих мероприятиях приглашаем своих топ-лидеров, это на банкете с ректором. Вот, лестница успеха, арифлайн, что нам предлагает? Почему именно я делаю акцент на мероприятиях, да? Потому что мою жизнь на одной, то есть мою жизнь изменила один из мероприятий нашей компании. Это было банкет директоров, если я не ошибаюсь, в 2090 году, когда мой спонсор взял меня как спутника, да? Я увидел там человека, вот который, ну это человек мира, это номер один. Когда выручали миллион долларов, тамили, да? Я на самом деле там стояла и плакала. Потому что работая по 15 часов в день, я зарабатываю всего лишь 50 тысяч. Но если в мире есть такие возможности, как можно за свою работу, за свою услугу получить тысячи долларов, ой, миллион долларов, да? Вот почему не воспользоваться? Почему не я, да? И именно на том мероприятии, на том банкете я решила себе и ставила цели, что я буду развивать свой бизнес, я буду развиваться с этой компанией, да? И буду построить свои организации. Это результат за год. У нас выросло более 70 менеджеров за год. Новое звание в директорской команде. 7 старших менеджеров, 4 директора, итого 11. Участники менеджерской конференции 10, хотя в прошлом году было всего лишь 3. Участники банкета директоров 5, со спутниками 10. Участники золотой конференции в Гипр, один человек, это я. И закрытое звание старший директор, золотой директор, старший золотой директор. Да, у нас всего лишь за год. Наша семья – смешная команда. Участие в мероприятиях с уровня новичка. Ключевые консультанты являются именно на школах. Потому что, увидев, услышав истории, они в себе принимают. Потому что, услышав какую-то историю, они говорят, «Ой, я же точно такой же человек, оказывается, я могу». Ключевым консультантам ставятся четкие задачи и планы. Постановка планов согласно выявленным потребностям именно того консультанта или того менеджера. Создать спидур – просто марафон истории. Например, каждый квартал мы проводим марафон истории, где выходят и выступают около 15 лидеров с уровня менеджера и делятся со своей историей. Естественно, приходящие на это мероприятие, которое около 100 человек, они на самом деле берут себе какую-то там, из какого-то лидера какие-то там черты, и начинают уже действовать. Четкое делегирование в команде. Напоследок я хочу сказать, как всегда говорит Владимир Полежаев, не стыдно упасть, не стыдно не подняться. И упасть, то есть ты упал – поднимайся, и поднимайся намного выше. Потому что, когда я открыл первый раз «Золотого директора», потом упало до 9%. А на этот раз, на самом деле, я встала, решила, да, что буду заниматься, буду делать. И услышав именно вот эту фразу Владимира Полежаева, что если будешь подняться, поднимайся намного выше, чем ты уже была. И хочу напоследок пожелать. Бизнес Арифлэйм – это белый лист. Взял в руку карандаш и рисуй дом, машину, пляж, здоровье, семью и детей. Все, во что вы верите, с вами произойдет. Никогда не сдавайтесь, и вы дойдете до своей цели. Спасибо за внимание. Успехов всех нам! Классное разумление! Классное! Ну, ты знаешь, у меня вот в очередной раз какое-то шевеление везде происходит, и... Тронуло сердце, тронуло сердце, девушка. Да вот не говори. И что я хочу сказать, я хочу прямо специально вас со сцены еще...